Мы находимся на этом месте, где зараз повинен был отбыться машины термоедов. Как видим, тут вся площадь заставлена машинами из муси цельской господавшей продукции. И тут находится выстава некая зладжена, даже если кто и пришел замаскировать этих людей под наведовальников этой выставы. Хочу за все деля гетага. Ну, видно, что богатая милиция, и когда Лукашенко говорит, что у Лада ничего не боится, это на самом раше то, что зараз отбывается в Гомлих, это на самом раше и он боится. Жах великий. Жах великий у Лады. Чему? Не понимаю. Может быть, ты такой великий жах, когда людям все мирные, никто никаких закликов не имел, никто ничего не хотел делать тут. И я не знаю, почему, может быть, за страх перед собственным народом, собственными людьми. На площади пожарных, полная площадь пожарных машин с лестницами, краны там проезжаешь мимо. И стоят, знаете, отрядики. Про что это свечите, как вылечите? Про что это свечи? Боятся? Ну, боятся. Урад боится народа. А чего народа боятся? А что треба народам робить? Ну, коли он незадоволен чемси, что же им треба робить? Ну, народ незадоволен, коли нарушаются все законы. Так а что же народам треба робить? Ну, треба им удалок некий уступать. Да, удалок треба уступать. И решать эти круглые вопросы, решать мирным путем. Зачем бояться людей? Люди не хотят ни войны, ничего не хотят, но только чтобы законы выполнялись, и больше ничего. Непонятно, кто для кого? Или Лукашенко для народа, или народ для Лукашенко? Мы же для власти, мы работаем, и все. Мы создаем все. А он должен следить за порядком. Всего лишь. Если там мирно люди идут без ничего, чего там, и выставляют какие-то свои требования, такого типа, да. Ну, пришли мы на работу, ехали, пришли, и смотрим, стоим, и смотрим. Прошли по ярмарке. Посмотрели, все дешево сегодня продается. И яблоки за 50 копеек можно купить, и гурки за 3 рубля. Ага. Все доброе. Все. Это вырастил Лукашенко с сынами своими. Молодец, ехаист, гробе руками. Ну, все доброе. Ага, доброе. Считаем, считаем. Мы пережили очень много. Недавно выступал мой муж. Пережито столько, что просто не передать. И мне хочется сказать, зачем бояться людей? Надо выполнять законы, конституцию. И нормально можно жить. Я считаю, то, что сейчас я увидела, это просто какое-то, ну, даже я не знаю, что это такое. Это какая-то глупость. Почему боятся людей? Да, граждане, когда у нас не работает нормально правоохранительные органы и суды, что творятся в судебной системе? Это не передать. Я сама пережила очень много. Получившая два инфаркта, оперировала на сердце благодаря судам, незаконным их действиям. Добренько. 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 Дякую вам. Где где-то еще люди стоят, не бачили? Вот, бачили. Просто нас тоже вот накололи. Вот пусть расскажите. Не, 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 Зары не. Хлопцы, не на Марш дармонедов пришли, вы скажите, не? День добрый. Вы не на Марш? Бессовестные люди, бессовестные люди, что снимаете вот это вот безобразие. Жир вам в задницу колит. Ага. Тоже самое. А кто бессоромные люди? Боятся. 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 И койки боятся боятся? Я не знаю. Сон разума рождает чудовище. Вот и все условия чудовище, оно появляется только тогда, когда нет разумных людей. Сон разума порождает чудовище. У Фельдсвагнера книга, и в ней четкая картина есть. Франсиска. Добро. А где еще? Собрыдей, что могли вы? Давайте поглядим, кто тут здесь. Просто люди идут, что за все. Так? Боятся боятся боятся? День добрый, скажите. Боятся самые хорошие. И не выступайте против нее. Не накаляйте ситуацию. Ага. Дякую вам за ваше меркование. Не злюйтесь. Переживите то, что я пережила. Вы переживете то, что пережили сами, но тут некая дискуссия возникла. Не хватает. По-человечески. Закону, что в суды работали. В суды работали. А в результатах с суды работали. А, ну, ты наелся, так как раз. Тогда наелся, так как раз. Вы наелся, так как раз. Понятно. Так, здесь идея дискуссия, помнишь, лукашистами, и ты не кто. кто за демократичные качественности ну, большим люди идут на ярмарку кто это, люди, не изразумело даишники, милиция думаю, что худка будет хапун ну что, ладно, наверное, пройти на долей и поглядеть, что там может, мы походим куды-небудь может, пройдемся туды целая куча провокаторов в этот раз люди подготовленные идут прослуживши десятки лет в армии имеющие заслуги определенные начать оскорблять меня и заявлять, что я к чему-то призываю я пришел, купил себе огурцов и все, в принципе я здесь ничего, никакой политикой не занимаюсь ну, ходимте еще поглядим что там отбывается нагадаю, что сегодня у Гомеля проходит субботник и была информация для журналистов что альбо полохали людей у операционных коллективов полохали людей уходимте, господа полохали людей у операционных коллективов что у вас же есть праца на что вам выходить а выйдете так и не будет працы у Гомеля обещан субботник сегодня и всех примусили выйти на працу а проще того я еще у Гомеля ну и вот, как я уже сказала тут все заставлено сельско-господарчей техникой ой, сельско-господарчими машинами с некими товарами все так зацято набывают нечто альбо не набывают, альбо робят выгли, что они нечто набывают вот, ну, на жаль, тут никаким чином вызначить, кто ну, вот, напевно, где-то люди все независимые я не мусор, не бойтесь ага, ну, вы пришли на Марс, да? да, я туда ездил, оттуда там был это самое на глухонемых там одни мусора и белорусское телевидение ну, и никого независимых нету я спросил, говорю, что все лукашисты, да ну, головы поникли, это самое мусоров много в гражданке и по форме людей не было, что-то там ну, раз считаем, что людей затримливали я веду журналистов затримливали да, так меня, меня хотели задержать это самое, приходили, искали сына моего, два года в Америке уже живет он же ж футбольный фанат, хотели это самое закрыть ага, доброе говорят, это бандит, но, типа скажите, ну, это люди только тут, да? да, что-то, вроде бы, это самое говорят, пошли туда, глухонемых там есть люди на глухонемых? там нету людей в Америке, Василю Балякову, одному из заявников марша ему сказали, что люди могут собраться у ДК Випра да, 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 нету людей но я знаю, что организаторы не стали закликать людей пости у ДК Випра, хотя махчумно это была помылка и варто было, конечно, закликать людей пости посидеть при нам все ну, была махчумность выказаться каждому и выказать свои проблемы, так и абсолютно без покорана хотя я думаю, что сегодня так само не будет никаких затриманий потому что ничего тут такого надзвучия не отбывается я знаю, что есть приказ ментам задерживать 15 суток давать и 30 базовых секунду еще и меня бесит да, что меня бесит то, что Лукашенко прикрывается дитями у меня сосед вчера позвал, говорит, Саня, ты там ходишь, выступаешь скажи, говорит, это самое директор школы дал указание ехать сюда цирк, ну, типа аттракционы там все бесплатно и ехать и это самое зачем детей? у Лукашенко нету ничего святого он может взорвать, потом сказать оппозиция еще кто-нибудь зачем дитями прикрываться? для чего это он делает? может у вас есть такие телефоны ведите так само онлайн-трансляции потому что сегодня моих коллег затримали не дозволяете им працовать, осветлять то, что тут отбывается потому что я и так не будет майдан не будет сабры, у кого есть телефоны, коли ласка каждый из нас сегодня может быть журналистом и осветлять то, что отбывается скажите, вы сегодня на марш пришли? на марш пришли, але, ну, к чему пришли? за правдой за работу, за людей отморозки собрались что Лукашенко называют у всех отморозками те люди, которые бедные избиратели уже сработали он теперь без работы люди остались так он называет их отморозками это же не работа надо людям дать работу зарплату хотя бы что-нибудь было в холодильниках у людей кормить детей а они вообще выступают вообще непонятно отморозки так мы отморозки у всех наши дети отморозки он сам человек и его дети, как положено живут работу пускай даст всем с обрыва так само на марш пришли, так? пускай всех пенсионеров уволят которые, допустим, работают у нас работу нет, мы не на марш пришли мы пришли сюда, на рынок на рынок но увидели, увидели народ собирается подошли, посмотрели, в чем дело что же это такое творится? да вас никто отморозками называть не имеет права никого не слушает кто вас отморозками не называет кто вас бабушка называет? кто вас называет отморозками? а мы по телевизору слушаем ну что, мы бажем тут напевно человек 50, так, 50, 60 який все ж таки не глядящий на заполохование, улады все ж таки гэтые люди пришли сюда выказали просто постоять выказать свою грамотянскую позицию просто но гэта мужные люди и, конечно, великие им дякую за... нужно менять политику не бороться с безработными а бороться с безработицей из этого начинается колонка упадки заводы, предприятия все стоит колон сколько это может продолжаться? поэтому это ужас страшно, что творится сколько можно терпеть? ага, дякую вам и ваше веркование тут некая дискуссия возникла а чего вы хотите? вы хотите, чтобы наших детей в школу уходили? что вы в садик подъемли? что вы в садик подъемли? что вы в садик подъемли? спасибо! спасибо! доросли я не в родителях я не в родителях я знаю что это не главное ну что, эта дискуссия отбывает а я не знаю, как обочки без плахов колпочек не надо молодежь надо надо а чего это они ссорятся? такой подарок у меня жрать сегодня нечего и детям давать Работы нема. Народка не работает. Поглядите, сколько заводов закрылось. А что построили? Не надо ее подбивать, она сама бачит. Вот сейчас, чтобы ее в руки ходили, что двои не ходили. Двои не ходили, а мои. И ваши тоже. Не прийду, и ваши. Да, поградите. Не, так а что он нас бы там подчеркнул? А живешь за этим? Что он там подчеркнул? У людей работы нема, уже сидели. Зря нечего. А ему что? Что надоело? Отоело. Отоело. Морды в нем не надо. Я хочу спросить у вас. Не надо мне ничего запытываться. Я не рекомендую, что это супрацовник милиции, который хочет перескодить мне працевать. Это не скандал, это дискуссия на конкурсене. Оливье, 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 Оливье. Пожилые люди, ну, готовы разорвать. За что? За того, чтобы вы стояли на конкурсене. Так вы у них запытаетесь. Я спрашиваю вас. Я спрашиваю вас. Я спрашиваю вас. Вам же это интересно. Я занимаюсь все, что тут отбывается. Девушка, а вы представитель чего-то, да? Я представитель, да, телеканал Далхас. Пожалуйста. Посмотрите, какая пенсия. 1779. 1050 идет за квартиру. За 700 можно за 70 рублей в месяц прожить. Дочку уволили с работы. Работала с работником. Сказали, или увольняйся добровольно, или поставим милиционера, чтобы наблюдал, как ты работаешь. Взять, полторы тысячи получают. После прошлого митинга добавили 200. А двое детей чем кормить? Народ на колени поставили. Сколько можно терпеть? Дякую. Дякую за ваше меркование. Сябры, чего вы пришли сегодня, Жанна Летарев? Это одна из нас. Официально они готовы, когда городский полкан предоставит? Я поеду сейчас туда, я просто говорю. Давайте, может, всем заробить обвеску, допойдем на ВИПРУ. Давайте. Давайте. Заробите обвеску, заробите. Это ассоциировано. Это разрешение. Давайте заробим обвеску, скажите. Это на руках. Надо сказать, что мы можем на ВИПРУ поезти, так? Решил собраться, не пинговать, что-то проявить сюда, в ВИПРе, где разрешали. Все, туда подтягивали, не разваляйте. И там будет все официально. Пойдемте, пойдемте. Давайте, давайте. Чтобы все было по закону. Надо начинать самим жить по закону. Пойдем. Не разбавляйте. Пойдемте на ВИПРУ. Ничего себе разбавляйте. Добрый. Специалер. Добрый. Старуха, блядь. Пойдем. Пойдем. Ходимся на ВИПРУ. Там все дозволено. На ВИПРУ. ДК ВИПРУ. Там можно собраться. Можно. Законно собраться на ВИПРУ. Может быть, варто истит туда. ДК юбилейный. ДК глухих ВИПРУ. Сейчас там можно собраться. Можно собраться. Ничего не будет. Давайте сядем. Давайте сядем там и будем разговаривать. Одемте на ВИПР. Одемте. Сябры! 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 У нас... Сябры! Тихо, 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 тихо. Все помолчали. Сябры! Секундочку, послухайте, послухайте, послухайте. Улада дозволила вам собраться у ДК глухих на юбилейном. Ходимте, спокойно сядем и поразмовляем там. И разговариваем, что кому не подобается, кто кто хочет. У нас есть мощность, свободность есть там и поразмовлять. Улада нам это дозволила. Халилашка, ходимте на ВИПРу. Ходимте. Сябры, ходимте на ВИПРу. Там можно сесть и спокойно поразмовлять. Зара сидим. Вот весь народ молчит. А сьминты глаз положили там. Почему боитесь? Почему не можете сказать? Сябры, там можно, там можно. Официально сказали, что на ДК ВИПРе мы можем спокойно сесть и поразмовлять. Калиласка. Да пусть он пульс. Ходимте, сябры. Да, ходимте. Ходимте сябры, Калиласка. Дякую, что вы молодцы. Сябры, ходимте. Я не хочу от вас отрываться, чтобы меня не сотримали зараз. Доброе? Да, не волну, Лариса, все нормально. Ходимте, там можно спокойно, легально собраться. Все будет доброе. Ничего не хотели? А зараз колонна... Я не верю. Километра двоятся. Ну, марш. Девушка, девушка, ведите, мы идем. Они потихоньку пойдут сюда. Только побыстрее. Потому что там люди стоят уже. Доброе, Сябры, ну мы же бегать не можем. Идем, як идем, так? Я не верю, кольки тут находятся людей, но прикладно... Ладно, всех людей выгнали на работу, и студентов запретили все. Все люди вон окна моют. Вы видите, что творится здесь? Под белкой деревьев занимается уборкой мусора. Всем людям в приказном порядке, на работу. Не выйдите на работу, уволят. А люди же, понятно, сейчас без копейки, куда? Ага, добро, добро, Сябры. Прикладно колький человек стоит где за нами, так? Мало, мало, потому что люди все на работе. Еще пошли, так? Люди наши законопослушные. А не глядите на заполохование, люди все штуки пришли, и это про нечто свечит. Это свечит, что терпение у народа уже скончилось, так? Долго, долго скончилось. Что теперь уже треба в ладе садиться за стол перамовым с народом и размовлять, и выслухать уважливых людей. Жагояны хочут, что... Субтитры создавал DimaTorzok